На, сука, на, сука, ну ладно, всё, хватит менять двери. Ну что же, всем привет, мальчик, здорово тебе, пацанинчик, здорово тебе, Димыч Андреич. Я продолжаю, с вами я, Кирилл, и я продолжаю для вас прохождение игры GTA V. Как видите, я немножко её поднастроил. Да, я долго сидел над настройками и вернулся к обратным, и всё у меня заработало. Я также снимаю в разрешении 800 на 600, но сейчас не об этом. Мы продолжаем прохождение игры GTA V 2 серия. Ну что же, у меня есть для вас одна плохая новость. Когда я проходил игру первый раз сам для себя, то в этой миссии я заметил вылет. Вылет в самой миссии, которая сейчас будет. Но один добрый человек сказал, что нужно включить Social Club, ну при запуске игры самой, включить Social Club, в общем, туда не будет вылетать игра. Нигде. Я послушался его советом и включился в Social Club. Действительно, он был прав, игра не вылетает. Кто его знает, как она поведёт себя на записи и сейчас. В общем, ну что же, в прошлой части мы прошли довольно хороший пролог, такой интересненький. Там участвовали Майкл, Франк, ой, Майкл. Май, да, Майкл, Тревор и ещё какой-то чел Димыч Андреевич. Назвал его имя, я забыл опять, как его зовут. Да, действительно, он упоминался в прологе, но я просто не обратил на это внимания. Так что, Димыч Андреевич, сорян за косяк. Ну и, собственно говоря, за 9 лет произошли события, они грабили банк, наверное, нужно было. И, собственно говоря, все думали, что Майкл умер. Не знаю. Не знаю, кто там умер, я не видел. Там просто был написан Святой Майкл, что-то типа того. Ну, в общем, не в этом дело. Также в прошлой части, за 9 лет вперёд, в Лос-Антосе, Майкл уже такой более-менее семьянин, обратился к психологу. И, интересно, зачем же он обратился к психологу? Наверное, по семейным обстоятельствам. То есть, у него наверняка были в семье какие-то проблемы. Да и сейчас, в общем-то, есть. Ну, а мы не будем медлить, мы начинаем миссии за Франклина. Как мы узнали из первого ролика, Франклин не знает Майкла, как я уже вам рассказывал. И, собственно говоря, вскоре, что вам споделить, не споделить, вы так знаете, мы встретим, мы познакомимся с Майклом уже, ну, так, чуть более-менее скоро. Ну что же, у нас миссия за Симона, Симона, или как там его правильно, который владеет автосалоном, на которого работает Франклин. Так, радио я выключаю, сразу же говорю. Своё радио я не стал добавлять, потому что у меня игра тогда жутко лагает, когда я добавляю свою радио. То, что лучше вообще его выключать от греха подальше. И что хочу сказать. В общем, недолго Франклин проработает за Симона, Симона, точнее. В общем, ну, сами всё узнаете, сами всё увидите. Хочу сказать, что ночью игра работает хуже, чем днём, но, тем не менее, посмотри, какая картинка. Хоть я играю на минимальных настройках графики. Так что всё нормально. Бонникам вроде бы тянет 20 кадров в секунду, это вполне приемлемое качество. Тем более для моего компа это, блин, вообще зашкаливает просто. Итак, у нас очередная миссия на Симона. Потому что, так же мы познакомились с другом Франклина Ламаром. Они здорово друг друга обсирали. Ну, Ламар больше обсирал, он же такой Нига, типа из Гроу Стрит Бойса, да. Так, ну что ж, останавливаемся здесь, выходим. И миссии все сделаны на движке игры, то есть ролики на движке игры. Ну, вы это знали. Ну, мы начинаем. Как всегда, по две миссии за часть. Ну что ж, смотрим ролик, ну а я умолкаю. И отдохну в кресле. Да, я, Ламар, твой сын Сачи с Твитч. Смотри, это было настоящий хор, мой. Но я должен идти вперед в мою жизнь. Это все, что я делаю, что люди мне говорят, что делать, и я делаю это, и ничего не изменится. Я скажу тебе, мой парень. Ты мне скажу точно, что ты хочешь, и я очень внимательно объясню тебе, почему это не может быть. Что? Сегодня мы обозрели автомобили, которые пустые купили на зарплате зарплаты, но сегодня, вместе. Я никогда не видел, что я не видел, но если я так, я хочу, чтобы он был как ты. Ну, на, на, на. Ха-ха-ха-ха. Сап, да? Сап, да? Ведер, я уже принял dólar, как уроков. Ты ж Athens с нами, да? Мы beide обозрели, да? Меня, надо уроков, наверно. После того, что я просто взялся эту работу, я делаю в этом. Я жена здесь Brush, мой парень. Я сидя здесь на границу. Что ты говоришь, что ты это? Русские伝ётная Русские伝ётная Русские? Когда там есть шутки, чтобы быть, я хочу, я нормальный. ПОДПИШИСЬ! мы говорим импульс по киеве ком зуба ясна сайс пипец беда не троллятся пипец не троллятся ну что же в общем нам наша задача сейчас в общем узнали что оказывается франклин работник месяцев как у этого чувака очень суть его заключается в доставлении автомобилей этому называемого армянину по моему армян армянин симон да и в общем такое такие вот дела и в этом миссии в этой нам нужно украсить байк байк на территории который находится на территории вагас с одной их проучить мы сейчас туда собственно говоря отправляемся миссии миссии Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Чувак из Гроу-Стрит прошел на территории Вагосов, проехали Вагосы и даже не обратили на него никакого внимания. То есть, как бы странно, да, не замечаешь? Блин, почему так отдалили стать от него? Ё-моё, не ту кнопку нажимаю. Как бегать? А, вот, нашел, я думаю, я забыл просто. В общем, нам нужно обыскать гаражи на наличии байка. С чем мы сейчас и займемся. Ну что же, может в этом гараже у нас находится байк? Идет такая музыка. То есть, в GTA V уже в миссиях сделали свою собственную музыку. То есть, в GTA Alien City там была своя музыка, но ее же делали русские люди. А тут уже в миссии сделали свою собственную музыку. То есть, ты понимаешь? То есть, не было такого ни в одной части GTA, чтобы была своя собственная музыка какой-то определенной миссии. В GTA V же это сделали. Хотя, может быть и была, может я ошибаюсь. Я все-таки не бабку, не все-таки я... Я имею в виду, я не сильный такой знаток GTA, хоть я и давно в нее играю, но тем не менее. Похоже, в этом гараже и находится байк, происходит катсцена. Ну, байка тут нет. А вот и вагасы. Вот, черт побери. Даже написано на футболке вагас. Ну, вот наша первая перестрелка, то есть, вторая. Первая была в прологии, это уже вторая. Берем пистолет, просто так переключаемся и начинаем стрелять. Как я уже говорил, тут очень сильно упрощена физика стрельбы. В GTA IV она была довольно лучше, но тут лучший у нас взрыв. Тут тоже такая же есть система укрытия, как в GTA IV. Тоже полоса жизни, вон, зеленая. Полоса способностей, по-моему, синяя. Или желтая, я не помню. Это я кашу, блин, я кашуя. Ничего, сейчас попадем. Вот тут у меня где-то начало уже миссия, где-то здесь, начала у меня, в общем, вылетать. Но, я надеюсь, сейчас этого не произойдет. Так, в общем, мы должны сейчас... Принесусь я под прицел. Ну, это заметно, в общем-то, что начинает проседать, потому что... И тут, кстати говоря, Риджет был неправ. Тут можно стрелять не глядя, но целиться нельзя при стрельбе не глядя. Вот что тут нельзя делать. Блин, кто-то настреляет. Мы его убьем. Вот такой у меня примерно прицел. Просто стреляем вот в тачки. Не хотелось бы мне проиграть сейчас. У нас, кстати говоря, по себе наполняется жизнь. Да, кстати, вот это, кстати говоря, не нужно было делать. Мы все-таки не Росомаха, правильно? А байк уже угоняют. Нужно догнать машину с байком и ее остановить. Вот в этом моменте у меня был вылет. То есть не в этом, где сейчас машина садится, у меня был вылет. Когда я... Ну, до того момента, как я не включил тот способ. Быстрее, давай, Ламар, я тебя жду. В общем, догоняем эту машину. Да еб твою мать, да садись, ты... Ты дурак, что ли, блин. Не будь Филом, Кэссиди, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ты не Фил, Кэссиди, ты... Ты братуха из Гроуф-стрит, ты должен... Вот сейчас он, блин, уедет, и, блин... Потом... Сам будешь Симону отвечать, куда, блин, байк отвезди. А-а-а, я перепутал, сука. Ну ладно, извиняюсь. Надеюсь, он далеко не уйдет. Если бы мы играли бы в GTA 1 City в такую миссию, то мы давно бы уже проиграли. Потому что там такая определенная зона ухода автомобилей. То есть, если бы он на такое расстояние ушел, мы могли бы уже проиграть. Так, вон он едет. Сейчас мы его вот так вот срежем чуть-чуть. Конечно, нельзя проезжать, но можно, нам все можно, мы же Франклин. Мы великий Франклин, нам все можно. А-а-а, сука, а-а-а... Ладно, все, тихо, не буду. Вести себя как девчонка. Снова поймаем, просто прицеливаемся. Очень удобная стрельба из машины, то есть сделали. Ой, это не та машина, ёп. Прошу, сорян, чувак, я тебе потом оплачу. Машину. Ты охренел, ты так... Слышь, тварь, блин. Я тебя чуть-чуть бы и убил давно. Из-за тебя машину чуть-чуть не потерял. Не знаю, есть ли у него тут лимит ухода. Я вообще без понятия. По-моему, есть. Нет, нет. Вон он, байк. Просто вот все стреляем. Давай, догоняй, ты же можешь. Или как говорил Владимир Чандреевич, ты могешь, понимаешь? Ты могешь. Все, допрыгался, чел. Впечатлено. В последующих вот так вот размажем. Теперь садимся в байк и везем его с Симоном. На автомойку, то есть, везем. Все-таки я не разобрался, мальчик, как тут вставлять свою музыку так, чтобы игра не лагала. Я не разобрался, не знаю, как разбираться. Да и времени, в принципе, сейчас на это нет. Да, тут такая ниггерская музыка играет. Роксар вообще идеально подобрала персонажей, то есть, они полностью разнообразные по своему характеру. То есть, Франклин, он такой ниггер, типа, он... Его сделали как отсылку к СиДжею, то есть, ну, понятно, что как отсылку к СиДжею, потому что он на него похож, и по голосу тоже он на него похож. Я смотрел много видео в Ютубе, некоторые даже утверждали, что Франклин является сыном СиДжея, или братом, не знаю. В общем, многие так утверждали. Но на самом деле это не так, так как, в основном, мы не наблюдаем в СиДжея, что... Странно. Майкл, он, типа, такой семьянин, такой... 40-летний, можно так сказать. Хотя, если рассуждать по возрасту, то... В момент охрабления банка в Северном Янтоне, ему было, наверное, где-то так 32 или 31. Скорее всего. Может даже больше, может и меньше. Сейчас игра чуть подмагивает. Ладно, давай музыку по другу включим, мне больше не нравится. Давай включим рок. Сейчас, подожди. Подожди, я рок включу. Вот это. Ключиловка разговаривает, такой гомж. Ух ты. Бред, но ладно. Все норм. Как я уже разговаривал ранее, в GTA V я буду проходить по две миссии. Не по две, как в Alien City, а по две. Потому что тут они довольно большие. Следующая миссия будет довольно очень-очень интересная. Так что смотрим. Так, доезжаем. Здесь незначение. Вот и автомойка. Но не тут-то было. Ведь Ламар уже ждет нас здесь. Как же он так быстро добрался, это интересно. Да, Ламар жестоко подставил. Подставил Франклина, он забрал мотоцикл себе, сука. Его нужно было отвезти Симону. Что он теперь, что он теперь на это скажет? Вот он думает, сейчас заплачет. Ха-ха. Ладно, шучу, конечно, я не буду плакать. Вот что теперь нам скажет Симон? Вот что мы ему скажем? Что мы просрали, что ли, мотик, что ли? Не знаю. Вот такой Ламар вообще безответственный. Подумаешь, чуть-чуть поругались. Сразу нужно этот мотик, что ли, забирать? Он что, совсем, что ли, охренел? Так, я что-то не понял. У нас идет запись или не идет? Что сейчас было? У меня почему-то резко экран выключился и включился. Вышла на рабочий стол игра, и я не пойму. В общем, такие вот дела. Ладно, я, в общем, сейчас сохранюсь. Так, запись идет или нет? Идет запись, я боюсь. Мало ли сейчас не идет запись. Сука, идет запись? Нет. Идет? Я на это надеюсь, что она идет. Я очень на это сильно надеюсь. Где у нас впереди еще одна миссия. Перепрыгиваем через ушек, маленький поц. Я надеюсь, что она идет. Потому что это будет крайне хреново, если она не идет. Да, я думаю, в принципе, идет. По кадрам в секунду это заметно. Так, ну, в общем, сохраняемся. В GTA 5 сделали... А, Ламар, Дружбан, Стретч, выходит на свободу. Стретч отсидел свое. Мы тебе звякнем, чел. Так, в отличие от всех остальных частей Grand Theft Auto, помимо того, что в GTA 5 сделали сенсорный телефон Android, да еще и сделали систему сохранения в самом телефоне. То есть мы нажимаем сохранить, сохранение. Нажимаем, допустим, создать новое сохранение. И сохраняемся. Все. То есть нам не нужно доезжать до... До дома, чтобы до квартиры, чтобы сохраниться. У нас уже есть сохранение. В принципе, тут такое же автосохранение, как в GTA 4 есть, но тем не менее. Ну что же, у нас очередная миссия под Симоном. Кстати, а ведь мы-то отвезли... Мотоцикл не Симону, а какую-то автомойку. То есть... Мне очень-очень интересует то, как появился... То есть как Ламар так быстро добрался до... До Сюдова, быстрее нас. То есть... Мы просто сели на мотик, мы быстро поехали, он остался в машине. Неужели он реально быстрее нас доехал? Ну ладно, не будем рассусориваться. Едем на очередную миссию под... Под Симоном? Скотина! Кто эту бабу учил водить? Вот я тебя конфискую эту машину, если что не имеешь, что к водить. Научись в следующий раз получше, я тебе ее верну. Все, а мы едем на очередную миссию Симона. Надеюсь, у нас там нет... Надеюсь, у него сейчас не бомбанет. Только если что, если у него бомбанет, пускай у него на Ламара бомбит. Мне все равно, пускай у него бомбит на Ламара. Это он у нас украл. Так что пускай... То есть не украл, а взял. Забрал, то есть. Так что вот пускай у него на него и бомбит. Все, у нас очередная миссия. Так, уже третья по счету и вторая у меня. Так, подожди, а почему закрыт гараж? Должен, по идее, быть открыт. Ну да ладно. Зайдем. Дык, и отсюда. Да, ты скотина! Ну, пускай подраться, да? Пускай подраться. Не знаешь Франклина. Он Сиджи, ёпт. Он Сиджи. Че, вот теперь получил, распишись. По-моему, здесь. Блин, я не знаю, куда заходить. У него все закрыто. Я не понимаю. А, все, все, понял. Все, вон он, крыжочек желтый. Все, сын смотрим ролик. Все, ты смотришь меня, потому что ты думаешь, что я араб. Что? Нет, что ты говоришь? Извините меня. Погоди, этот парень. Я его ментор. Я так рада тебя. Что ты имеешься? Ментор? Не волнуйся. Окей, ну что ты получишься? Джеймс Де Санта. Немецкий парень, он уже поздно на свои деньги, и я у меня такой плохой ощущение, что он сделает больше дамыж на карты, и мы возвращаемся от него в ингредиенте средств. Просто пойди, иди. Симон еще не знает про байк, поэтому он в таком хорошем настроении, и как только он о нем узнает, он сразу же забомбит. В общем, Джеймс Де Санта, ничего ли это тебе не напоминает? Мальчик, да. Не тот ли это сын? Не тот ли это сын? Майкла Де Санта. Блин, вырубистый. В общем, он взял на прокат какую-то либо машину из автосалона Симона и не вернул, походу. Нам нужно вернуть из дома Майкла машину обратно Симона. Так что вот такие вот у нас дела. И мы едем к Майклу домой, у него очень хорошая система, точнее у него нет системы охраны, но у него есть рабочие, которые могут нас спалить, так что лучше нам действовать аккуратно. Многие, играя, первый раз не знают, что украсть нужно машину из дома Майкла. Так, отвечаем. Эй, ты не изменил ваша мать? Когда я обнаружил, что вы меня убит, возможно, я слышу, что ты взял машину для себя, мой работник. Слушайте, мальчик, я и Ламар не вернусь к тебе, мальчик. О, я уверен. Ты собираешься от этого машины для папы, и потом мы поговорим. Показмены говорят, что у них есть гараж, поэтому ты нужна возможность получить доступ от внутри дома. Мальчик, это никогда не легко с тобой, это Симми. Не говори мне обучение, мальчик. В общем, да, узнал Симон о том, что мы его кинули. Точнее, как бы не мы, а Ламар нас, но получается цепь питания. Ламар нас, мы его. Ну, в принципе, Франклин не хотел этого. Просто так же есть обстоятельства. Франклин вообще чувак верный. Из всех трех персонажей он самый верный. Он никогда не подставит просто так. В общем, вот он дом. Ну, просто так, разумеется, нам никто дверь не откроет. Как слышно, там работает какой-то, не знаю, садовник, что-то, и нам нужно прокраситься, в общем, незаметно в дом Майкла. Потому что Джеймс де Санта это сын. Сын Майкла. Но, Франклин, разумеется, еще не понимает, что это сын того самого Чубрика, который сидел на лавочке в начале первой миссии. В Лос-Антосе, то есть. Он еще этого не понимает. Взял вообще беспонтовую дверь, просто расшиб, и все. Ты что, говно, что ли? Иди сюда, я тебя догоню, я тебя застрелю вот так просто раз-раз. Ладно, не будем привлекать копов, сейчас нам не до копов. Просто вот так вот через заборчик перелазим. За свои поступки надо отвечать. Джеймс, ты уже большой-малый, ты должен отвечать за свои поступки. Ты хотел покататься, верни. Как говорится, умеешь кататься, умей саночки возить. Подобная музыка, кстати говоря, была в Билли, да. Подобная миссия, похожая очень, тоже что-то, по-моему, надо было украсть, по-моему, тоже. И такая была подобная музыка, потому что Билли тоже сделала рок-стар, как ты знаешь, да. В общем, мы должны сейчас по этой машине забраться вот сюда и вон в то окно. Тут какая-то ссора семейная, мы слышим, да. То есть, она просто при родителях говорит просто, что он обозвал ее сукой, да. То есть, получается так, то есть, сейчас нужно украсть машину. То есть, гараж, он заперт снаружи, он открыт изнутри, но нужно просто открыть его изнутри. Для этого Франтон и пробрался в дом, в дом Майкла. И теперь нужно, чтобы нас не спалили. То есть, Джеймс, ему вообще на все похрен, но он какую-то контуру, он рубится. Ему вообще на все плевать, вон он лежит. Ёпс, ой-ой-ой, господи. Ой-ой-ой, надо было раньше думать. Кто ж знал, что он так быстро встанет. То есть, вот чекпоинт. То есть, все, идем сразу же, не будем на него глазеть, пускай в свою контуру сам задротит там. Задротит хренов. В общем, ладно, все. Дом у Майкла довольно такой роскошный, прям такой красивенький. Так, это походу выход, но мы не можем. Так, походу к дочери, или не знаю, к кому там привык, к дочери Майкла, или не знаю, к жене, я не помню. Пошел какой-то, по-моему, массажист, что ли, или игрок в гольф. И теперь они полностью увлечены гольфом, поэтому они не будут обращать внимание на... На Франклина. Пашин, так и в недоумении, да? Все, вот прям сразу, прям идем. Я помню, как-то пробирался. А, все, я понял, что делать. Ну, то просто включить, короче, режим... Режим скрытности, короче, нужно включить. Кстати, говорил, у Франклина... Режим скрытности вообще меньше, чем у всех. То есть... У него сам... Он очень плохо скрывается, то есть... У него самый плохой режим скрытности. То есть нам нужно сейчас вот так вот идти... Вот так вот, раз-раз. И все, вот и машина, которую просрочил Джеймс. Вот и задавайте в свои стрелялки, а мы уже машину твою гоняем. Все. Теперь просто нужно доставить ее... Кстати, нужно просто доставить ее... Симону. И я обратил внимание вот тут на сверток красный, который лежит на заднем сидении. Интересно, зачем он там лежит? Ну, узнаем позже. Сучка, ты, блин, действий, ни хрена не умеешь. Я бы тебя застрелил, не будь я на миссии. Осталось завести тачку Симону, и не знаю, может быть, да, может быть, может быть, он нам простит байк, или хотя бы... Не уволит нас с работы. Что это такое? Почему экран увеличивается? Что? 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 Что такое? Кто это за чувак? Да это же Майкл, собственно, персоны. Майкл. В общем, читай субтитры, емолкар. Считаю, что мой сын просто получил машину, и смотрю на то, как ты делаешь это, я думаю, что ты работаешь на кредит. Кредит? Кредит? Серьезно, чувак. Я просто работаю на репо. Я обращаю на ребенка, который следует от правилам без того, чтобы принимать ответственность. Да, может, один день мы будем пить байк, и я буду объяснить, как это действительно работает. Кто тебе дает слепку? Кредит, девочка, по-моему, Симеон Ятарио. Так что этот бизнесмен, он выглядит легитым для тебя? Смотри, чувак, это просто между ним и твоим длинным сыном. Не волнуйся, я и мистер Ятарио, мы будем работать это. Это место? Да, это место, чувак. Во. Возвращайся к нему. Возвращайся к нему. И быстро. Или я поставлю два рамка на баке твою голову, и сделаю это себе. Да, не знаю, узнал ли Франклин Майкла. Итак, в общем, что? Решил Майкл отомстить за своего сынишку, хотя он сам не любит, когда он что-то там воротит, Джеймс. Нам сейчас нужно разбить витрину Симона. Ну да, если мы это сделаем, то, наверное, скорее всего, у нас полностью разрушатся отношения с Симоном, но, тем не менее, мы приобретём значительного друга. Мы безуметно не выполняем то, что нам говорит Майкл, потому что он держит нас под мушками. Просто вот так вот влетаем, сука! Тут мы переключаемся на Майкла, да! Мы мстим! Нас, сука, мы мстим тебе за Джеймса! Че ты к ним привязался? Он Джеймс сам... Он сам Джеймс Десанта, он может не возвращать долги, он может там брать тачки и что угодно, хоть срать у них там, не знаю, что он-то может с ними делать. Ты понимаешь, что это машина? Это выглядит, как это стоит 5,000 рублей в месяц для тебя? Ты сука, ракист! Я скажу вам, что-то, это машина будет нужна серьезная работа для того, чтобы это стоило 5,000 рублей в месяц. Он согласен с финансированием, я имею в виду его снижатуре. Да, он согласен с каким-то пунктом брать в моем доме? Я не знаю! Этот человек может быть идиотом, но ты фрагментный, беда, беда. Не делай мне, что я сюда вернусь. То есть, Майкл отомстил еще ему за то, что он подослал Франклина. То есть, он незаконным путем просил возвратить машину. То есть, за это он еще ему отомстил. Выполнено, да? Миссия называется «Затруднение». Мы ее прошли. Тут такая же система, как в дополнениях к GTA 4, тоже можно проходить на 100%, на сколько там, на что угодно. Да, мы сейчас переключились за Майкла. У него такая другая немножко походка такая, да? Но бегают они вроде бы как бы одинаково, да, все. И да, и теперь у нас присутствует переключение двух персонажей. То есть, Майкла и Франклина. То есть, мы нажмем на «Альт», да? У нас можно выполнять миссии за Майкла, которые собственные его. Но есть общая миссия, есть миссии за Франклина. Миссии из-за Майкла будут обозначаться синим цветом, а миссия за Франклина – зеленым цветом. Пробуем переключиться за Франклина. Нажимаем на «Альт» и вот так вот делаем. Так вот. И вот такая, типа, загрузка. А где у нас Майкл? Ой, Франклин, то есть. Что ж, мы переключились за Франклина, походу звонил он Ламару, или Ламар ему звонил. Не знаю, что он будет делать с байком. В общем, у нас открылись собственные, вот у нас общая миссия под буковкой «М». «М» – это у нас Майкл. То есть, мы можем за Майкла зайти. Что за Майклом мы зайдем, у нас будет одна и та же миссия. Что за Франклином мы зайдем, у нас будет одна и та же миссия. А есть миссии, которые индивидуальны для каждого персонажа. То есть, если мы зайдем Майклом миссию за Франклина, то она нам просто не включится. Потому что нужно именно Франклином ее выполнять. В общем, есть общая миссия, есть индивидуальная. В общем, ты понял, мальчик, что тебе говорить. Ну что же, ну а мы сейчас немножко переключаемся за Майкла и, наверное, поедем в его дом. Хотя нет, там начнется миссия. Мы лучше сохранимся так. Переключимся на него. То есть, у Майкла сейчас доступна одна миссия, по-моему, а у Франклина две, если не ошибаюсь. Вот, смотри, скрытность у Франклина вообще плохо прокачена, у Майкла же она практически на пол, полностью прокачена. И мы переключаемся. Вот он. Ну что же, достаем телефон и сохраняемся. Потом мы увидим полностью дом. У него немножко другой телефон. Да, у них у всех разные модели, то есть телефоны. У нас есть одно сообщение какое-то. Какая-то реклама, не знаю. Давайте мы его выключим. Тут тоже есть интернет, то есть можно зайти и... То есть тут не надо заходить в интернет-кафе, чтобы поймать интернет, а тут он уже есть. То есть вот он. Такой прикольненький интернет. Но я не буду... Тут такой же интернет, как в GTA 4. Тут... Тут только некоторые новые моменты есть, а так он, в принципе, такой же. Так, всё, сейчас сохраняемся. Вот эта вот реквизиция. Нет, создать новую запись, нажимаем. Всё. Вот у нас пошло сохранение. Вообще, очень удобная, удобная штука. Я бы сказал вообще. Ну а на этом по шейнде я заканчиваю прохождение второй серии игры GTA 5. Надеюсь, тебе понравилось. Оцениваю видео. Оцениваю оптимизацию. Надеюсь, я нормально. Более, хотя бы хоть как-то её более-менее оптимизировал. Качество будет хуже, но тем не менее, игра сама намного лучше. Даже на минимальных настройках она выглядит более чем нормально. То есть, игра отличная. Выглядит даже на низких настройках. Ну что ж, что был я, Кирилл. Так что, пока, Димыч Андреевич. Пока, если вы сейчас можете это видео. И пока, мальчик по шейнде. Увидимся в следующей серии. Что ты стоишь тут, блин?